Дорогие друзья! Магия чисел, 18 число, 28 градусов сегодня в Петербурге погода. Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна, Макту, Санфудин. Давайте посмотрим, какая сегодня в моей сумочке есть волшебная книжка. Это книжка «Санлайта». Формулы денег. В моих глазах свет. В моем сознании изобилием. Моя жизнь – праздник. Сердце мое. Сердце мое – любовь. Формула Саламона из книги «Санлайта». Формулы денег. Я привлекаю деньги. Я утверждаю счастье. Я умножаю любовь. Формула исполнения желаний. Мое желание исполнено. Силой оно наполнено. Сила Богом дана. Благодарность – основа успеха. Это сорок первая страница. За все благодарите. Первое послание. Кому надо почитать? О, филосоникицам. Пять восемнадцать. Формула благодарения. Благодарю тебя изобилием. Благодарю тебя сила. Благодарю тебя. Удачи. Формула силы. Я все могу. Я все могу. Повторяйте эту формулу на четках ежедневно. Не менее сто раз. Космическое изобилие проявляется потоком денег в моей жизни. Это пятьдесят третья страница. 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 Бог с тобой, Бог со мной. Повторяйте эту формулу, когда меняетесь чем-либо, продаёте или покупаете. Вообще советуют повторять её, знаете, сколько раз. Или триста, или тысячу раз. Моя радость получать, моя радость отдавать. Бог с тобой, Бог со мной. Бог богат, я богата. Формула богатства. 67-я страница, формула денег. Формула успеха. Успех в настоящем, успех в грядущем. Успеха неба надо мной, успех земля подо мной. Успех ведёт меня к успеху. Формула изобилия. Изобилия – сила Божия, изобилия – сила космоса, изобилия – моя жизнь. Формула созидательного сна со страницы 84-й. Сон приносит мне познание, сон дарует процветание. Шикарно. Повторяйте эту формулу перед сном не менее семи раз. Формула благословения. Ты луч Божий, будь богат. Здесь в каждой формуле есть описание. Я думаю, с вами надо будет это выписать. Взять красивый такой листочек бумаги и выписать эти формулы, которые нужно повторять. Чтобы не листать, знаете, не листать. Так вот книжку, а сразу, чтобы она была выписана на отдельный красивый лист. Ну, вернее, на лист бумаги – красивые формулы. Формула трёх стихий. Я душу воздухом изобилия, я купаюсь в водах богатства, я наполняюсь солнцем счастья. Богатство, свобода, богатство, сила, богатство, время. Я богата, я богата, я богата. Как я вам уже говорила, что я посетила семена в 2004 году Наталья Борисовна Правдиной. И, кстати, Наталья Борисовна Правдина из этой книжки давала, ну, можно сказать, формулы, аффирмации, положительные настрои. Но те формулы, которые она давала, они немножко были изменены. Здесь я читаю из книжки, вот, как они написаны, а у неё немножко они были изменены. Ну, может быть, не все, но часть из них. Жизнь, праздник света и любви. Формула счастья. Жизнь, праздник света и любви. Формула гармонии. Изобилие, мой отец, гармония, мать. Деньги, мои друзья. Радость, моё тело. Радость, моё тело? Да? 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 Кстати, знаете, это форма у Соломона. Я привлекаю деньги, я утверждаю счастье, я умножаю любовь. Где она здесь была? Я привлекаю деньги, я утверждаю счастье, я умножаю любовь. Интересно, правда? Как вот вы понимаете? Вот утверждаю, я утверждаю счастье. Я умножаю любовь. Умножать любовь. Это, конечно, вот я много раз эту формулу повторяла, но как-то вот не задумывалась. И сегодня задумывалась. Утверждать счастье и умножать любовь. Татьяна Соломановна. Что вы можете сказать? Что же мы посылали? Улыбку. В 2004 году, летом, я была на курсе Мирзакарима Нарбекова здесь, в Петербурге. Вот, очень хороший курс, про который я уже тоже рассказывала. В рамках моего Life Journal. Вот. И мы посылали, что делали там на этих, на этом курсе упражнения. Упражнения и посылали, мы улыбку посылали. Мы не любовь посылали, мы улыбку посылали. Да. Посылали улыбку. Ну, просто такой опыт у меня есть, как вы понимаете, да? Я просто подумала, если вот заниматься, например, какими-то там, или танцами, или немножко какими-то физическими упражнениями, и посылали, например, вместо улыбки, любовь. Любовь своему телу, любовь своими нежными ручками, пальчиками, своими шикарными ножками. Посылать любовь. В общем, посылать любовь себе. Потому что, как пишут в таких же очень умных книгах, даже Sunlight пишут. Я это тоже написала в моей книге «Тайная психология денег, секреты, богатства и процветания». Что нужно сказать, что я уже наполнена любовью, любовь у меня уже есть. И исходить уже от этого, что я уже наполнена любовью, уже наполнена. Просто, если вы заметили, на моей странице, Татьяна Саумана, на чьих-то смактум-сайт, будем через дефис, я неоднократно загружала это видео о посылании любви. В общем, да, такое посылание любви. Такая медитация. Вот определенная. Ну, такая медитация, медитация. Вот посылание любви. Ну, думаю, что, знаете, прежде чем, например, кому-то куда-то посылать любовь, я думаю, что нужно учиться посылать любовь себе. Так. И начать можно как раз, посмотрев, ну, на ютубе можно посмотреть эту гимнастику Нарбекова, мир закорима Нарбекова. Начать с улыбки, может быть, не каждый даже может вот как-то понять, вот как это посылать любовь. Ну, знаете, вот хорошо. Вот там говорили, хорошо, вот сейчас делаем упражнения, делаем упражнения, ну, какие там, вот руками, например, да, упражнения руками. Вот делаешь упражнения руками и посылаете, вот, делаете вот так упражнения и посылаете сюда улыбку. Вы понимаете, да, я просто вам показываю. Если, например, сказать, вот делаете упражнение и посылаете сюда любовь. Ну, я могу предположить, что не каждому будет понятно, как вот делать вот это упражнение и посылать рукам любовь. Вот как это практически? Ну, практически вот упражнения руками, да. В улыбку человек может как-то вот, знаете, вот сконцентрироваться на позитиве, знаете, как внутреннюю улыбку, как это внутренним, знаете, вот внутренним органом, как говорят, улыбку нужно посылать. Natürlich, вот, вот улыбка, да, я улыбаюсь, он может представить, да, я улыбаюсь. И вот рукам, рукам вот посылаю, посылаю, вот, в общем, как-то, как-то, как-то улыбка вам более, как-то вот это вот. Я просто сейчас вот как-то на вскидку так подумала, что не каждому, не каждому это будет понятно. Так что вот, умножать любовь. Утверждать счастье. Ну как вы понимаете, вот утверждать счастье. Вот. Наверное, сделать все возможное. Все возможное, что вы можете. Из того, что... Гидианические процедуры. Принять, например, душ или ванну. Одеть какой-то красивый наряд, красивое платье или то лучшее, что вы можете. Сделать прическу, макияж. Посмотреть на себя в зеркало. Насладиться собой. И сказать, что я счастлива. Ну так, на вскидочку мы предположим, ну, возьмем, что тем более погода, 28 градусов. Взять сумочку, положить туда кошелек и пойти, не знаю, в магазин, в банк по делам. Уже с этим ощущением, что я счастлива. С такой установкой. Вот я счастлива. Да, вы знаете, возвращаясь к той книжке, как стать великим, знаете, как вести себя дома и как вести себя, знаете, вот с этим... Ах, машина Сбербанка, ах, время, они в одно и то же время приезжают. Опять, вы представляете, подъехала машина инкассаторская. Это просто какая-то фантастика, совершенно какая-то фантастика. Теперь Татьяна Салмановна, Татьяна Салмановна без них скучала. Я, конечно, без вашей машины Сбербанка, знаете, как-то мне даже было, знаете, как-то вот и, знаете, вот это, не начать как-то, как-то называется, что-нибудь, знаете, такое. Я вообще подумала сделать 8 или 18 или 28 минуточек позитива со мной. Статьяна Салмановна, Мактум, Саи, Фудин. Сейчас как раз 18, 18 минут со мной этого позитива. Ну, отвлекаться не будем, отвлекаться не будем, но, если что, вы можете спросить. Там вот, там такой восточный мужчина, он сразу заметил, стал смотреть, что я, наверное, заснимаю видео. Так что вот. Ну, сейчас он занят другими делами. Так, сейчас я просто очень наблюдаю, значит, это мужчина, мужчина вышел. Это, наверное, из инкассаторской машины. В общем, знаете, я немножко понаблюдаю, да, с вашего позволения, потому что в прошлый раз я их как-то немножко, вот этот момент, этот момент, даже не знаю, можно ли вам говорить такие подробности. Там есть звоночек, он позвонился. Я не знаю, можно ли такие подробности даже говорить. Статьяна Салмановна. Ну, что, они и так могут сами посмотреть. Что там? Там звонок есть. Он позвонился, он ждет. Я даже не знаю, он это, я бы меня просто не видела, морщина его загораживает. Статьяна Салмановна просто хочет увидеть инкассаторскую сумку и этот автомат Калашникова, мужчина. Статьяна Салмановна просто вообще, знаете, как этот, как агент 007, инкассаторская сумка, знаете, мужчина, а у него еще такая маска, вы здесь, мужчина, если вы будете смотреть мое видео, потому что, вот смотрите, вот эта вот машина, вообще, это инкассаторская машина, вообще, вот эти вот, эти мужчины с инкассаторскими сумками, и еще с автоматом, это, наверное, Калашникова, я же видела, а что-то его долго так туда не пускают, а может быть, не он. Нет, мужчина входит, мужчина вошел, интересно, можно сказать, время, наверное, вам нельзя сказать, поскольку он вошел туда, а потом скажет, что мы за ними, как бы, вот это вот, как-то наблюдаем или еще что-нибудь. Нет, время я вам говорить не буду, но он достаточно долго ждал, а он хотел, чтобы я на него посмотрела, он специально, он специально это сделал, мужчина это сделал специально, он туда вошел, зато я вам могу сказать за щеку времени, когда он туда выйдет. Для этого у меня отвлекаться, на книжку я не могу отвлекаться, я, в общем, посмотрела по времени, во сколько он туда вошел, мне кажется, а что, вот здесь дом 16 этажей, здесь могут с каждого этажа выйти, сколько квартир. Так что вот, я думаю, что в этом нет какого-то секрета. Просто раз, в прошлый раз я просто как-то вот это вот. Ну вот, как раз, наверное, привлекать деньги. Знаете, вот это вот, привлекать, я привлекаю деньги, ну вот, 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 вот как можно поднять, я привлекаю деньги. Ну, смотрите, утверждать счастье, умножать любовь. Я привлекаю деньги. Привлекаю деньги. Ну, в любом случае, когда они будут отъезжать, я вам их покажу. Вы сами все поймете. Он уже оттуда вышел. Он был там ровно минуту. Примерно. Он был там с минуту. Ну, а долго ли играючи? Инкассаторскую сумку, правда, я не видела. И автомат. Знаете, загораживает машина. Загораживает машина. Знаете, а вообще, конечно, знаете, вот эта вот инкассаторская сумка, вот эта вот инкассаторская машина, они уже отъезжают. Сейчас я вам их покажу. Вам их покажу. Показать, да? Ну, а как мне показать? Сейчас. Обратите внимание. Вот там вот-ка разулочка, загрючка идет, а в грудочку... О, я вам поехали они. Поехали, куда он там едет. Ну, конечно, он вывернул на Долгоозерную и поехал, вывернул на Долгоозерную. Вывернул он на Долгоозерную и поехал к Комендантскому проспекту. Так что, вот, так что, вот, так что, вот, это в какой-то передаче я видела эти машины, в какой же передаче я загружала. Там показывали, как перевозят вообще деньги, как интересно. Я вот там, может быть, тоже загружу. Знаете, они там все, знаете, какие-то вот это вот. Ну, да, в бронежилетах, в этих, с этими инкассаторскими сумками и с этими автоматами калашников. В общем, на самом деле, вот, для фильма «Агент номер 7» это самое то, это инкассаторская машина и вот эти брутальные мужчины, знаете, с этими инкассаторскими сумками. А когда понимаешь, если там вообще огромные, здесь же бывают банки, это же не просто какая-то выручка из какого-то магазина, а если перевозят они какие-то огромные, понимаете, какие-то огромные деньги, вот. Так что, ну, такие вот дела. Сейчас, кстати, на это место, где стояла инкассаторская машина, подъехала черная машина. Черная машина. Ну, ладно, не будем, да, не будем как-то вот это вот. Я даже не поняла, это что молния сверкает? А грома вообще нету? Я вообще, Татьяна Салманна, вот там вот заметила молнию. Вообще, на самом деле, подъехала черная машина. Ну, давайте прокомментирую, хотите прокомментирую? На это место, где была инкассаторская машина, подъехала черная иномарка. Из нее вышла невысокая женщина, блондинка, блондинка, стройная блондинка с большой грудью. Достаточно привлекательная, красивая девушка-женщина. Так что, вот, и вышла из ворот, ну, вот из ворот, вот это вот, туда она пошла. Да. Правда, сегодня Татьяна Салмановна забыла впитать, знаете, даже не поняла. Давайте еще раз, знаете, вот это вот, давайте еще раз приезжайте, знаете, дубль второй. В общем, давайте, мужчины, я самое главное забыла сделать. Вот, понимаете, это вот, знаете, вот как, все это, как говоришь-говоришь. В прошлый раз я это впитала, пока говорила, вот эта дымка, вот эта, а этот раз я забыла впитать, из-за денег, из-за этой машины, свою ауру. Да, просто забыла, представляете? За разговорами, понимаете, вот за разговорами, вот так, вот так, самое главное это. Как-то впечатлилось, стало говорить про какие-то эти сумки, какие-то вот эти вот. Самое главное, это вот, знаете, вот здесь вот, вы поняли, да? Забыла впитать. В общем, все, давайте, давайте не будем еще раз, короче, приезжайте, короче, вот это приезжайте. Вот, кстати, у нас, ума, она забыла эти деньги впитать по Джону Теха. Дубль два. Дубль два. Нет, в следующий раз, в следующий раз я буду концентрироваться, вот оно. Самое главное, надо будет концентрироваться на деньгах, на этой дымке что-то впитать. Поэтому, по Джону Теха, ну, на чем мы тут остановились, на чем остановились? Я вообще подумала, вот сделаю такие, говорю, что, такие шот, шот мои видео, 8.18, 28 минут позитива. Ну, вот, ну, как-то, честно говоря, уже вдохновилась этой машиной, вдохновилась этой касатерской машиной. Ну, с другой стороны, конечно, если вот так вот вдохновиться, впитать деньги, знаете, если бы здесь как-то вот сразу, как-то вот что-то такое, неожиданно появилось, знаете, я же вам рассказывала, у меня однажды, однажды что, однажды у меня в кошельке, в кошельке, а, что еще интересного, что еще волшебного интересного, есть вот эти у Салмановны в ее волшебной сумочке, а еще у меня есть волшебный кошелек с волшебными монетками. Так что, вот, по системе Натальи Правдиной, Натальи Правдиной, в общем, как говорит, ну, как-то, да, которые должны привлекать денежки, богатства в мою жизнь. Вот, кошелек с волшебными монетками, сделанные по системе Натальи Правдиной. Ну, что, это моя сумочка. Потому что, конечно, если кто смотрел это видео, которое я загружала, на семинар, на который, там отрывок семинар, мне Наталья Правдина рассказывает о том, что она рассказывала, пригласила ее женщину, достаточно очень обеспеченной, и сказала, что она очень сказочно разбогатела, вот, шикарный дом, и, в общем, они живут сказочно. И Наталья Правдина очень, потому что Наталья Правдина советует очень много различных, ну, каких-то там, как говорится, ну, различные системы, как говорится, кто читал ее книжки, кто смотрел ее видео, вы должны понимать. Она много что советует для привлечения денег и богатства. Ну, и она очень заинтересовалась, как же женщине удалось то и разбогатеть. А та сказала, что она, знаете, вот, на Луну вот эту, заговорила эту монетку, вот, и в дальнейшем тоже всего лишь по одному ритуалу, и, в общем, она считает, что эта монетка, эта монетка принесла ей вот такое шикарное благосостояние. Я, кстати, тоже очень впечатлилась. Я подумала, это ж надо. Жизнь – праздник света и любви. Но думаю, что, наверное, все-таки, вот, смотрите, инкассаторскую машину увидела, все знаю, а деньги впитать забыла по Джону Кеха. А там женщина, наверное, она вот этот один ритуал запомнила, записала, вот, и, наверное, каждый раз на эту нарастущую Луну или там какой-либо там конкретный ритуал она каждый раз совершенно делала. Это как Джон Кеха говорит, можно прочитать его книжку, можно прослушать его семинар, но если вы не будете ничего делать по его системе, то вряд ли будут какие-то результаты. А, сейчас, нет, я подключу, подключу мой ноутбук, на зарядочку подключу. Помимо того, что знать, помимо того, что знать, нужно еще это делать. Знать одно, а делать, а делать это другое. Одно дело знать, одно дело там прочитать книжку, вот, а другое дело делать это. Поэтому, наверное, так понимать, что там женщина одним таким вот. Моя цель изобилие, путь мой успех, воля моя, воля Божья. Это из книжки Sunlight, я вам читаю. И дополнительные настрои, аффирмации. Кстати, вот как раз в этой книжке Наталья Правдина очень советую, и часть из них я повторяла в 2004-м, они были у меня записаны в 2004-м и 2005-м, и в 2006-м годах, и даже в 2007-м году. Их надо будет, конечно, красиво-красиво выписать, красиво выписать на листок. 21, да, 21. В моем сознании источник вдохновения, изобилия и гармонии. Изобилие господствует над моей речью, изобилие вдохновляет мой ум. А жизнь моя – проявление богатства и изобилия. А жизнь моя – проявление богатства и изобилия. Я богата, ибо избрана богатством. Я успешна, ибо достойна успеха. Я щедра, ибо щедрость приносит радость. Богатство дарует мне счастье, делает то, что я люблю. Все мои начинания успешны, все мои миски созидательны, все слова мои приносят радость людям. Энергия изобилия защищает меня, помогает мне, направляет меня. Мой успех вдохновляет других. Моя радость передается всем. Дождь денег изливается на меня из облака вселенского изобилия. Ну, и так далее. Ох, такая феерическая. Такая феерическая. Такая феерическая. Такая феерическая. Ох, такое у меня платье. Такое золотое платье. Такая супер феерическая. Можешь в полный рост? Я, кстати, могу в полный рост. Хорошо, а что я буду в полный рост? Я могу туда дальше поставить, конечно. А что, смысл какой? Какой будет смысл? Конечно, можно и в полный рост, если туда дальше поставить видеокамеру. Просто я подумала, что часть аффирмации нужно еще почитать. Из-за книжки «Азбука успеха» от Адая Натальи Борисовны Правдиной. На какой странице открылось мое изобилие бесконечно. Я принимаю изобилие в свою жизнь прямо сейчас. Я наследница божественного изобилия. Я наполняю свою жизнь любовью и изобилием. Я процветаю. Изобилие, процветание и наслаждение всеми радостями жизни так же естественны для меня, как дыхание. Живая сила изобилия наполняет меня. Я часть потока изобилия, циркулирующего во Вселенной. Я черпаю из неиссякаемого источника. Самые удивительные сокровища мира. Я благодарю за радость и наслаждение жизни. Я благодарю за радость и наслаждение жизни. Я предполагала, что Наталья Правдина дипломированный мастер фуншуй, позитивного мышления преподает. Как там, трансформация сознания, в общем. Но вы видели, я там загрузила 555 аффирмаций про любовь. Какой-то девушке, я не помню ее. Я первый раз увидела вообще такую девушку, что она тоже у нее достаточно какие-то такие вот видео о позитиве, аффирмации. Я была просто выделена. То есть, конечно, вот эта книжка изобилует аффирмациями, знаете, аффирмации полуязыхей. Но там 555 аффирмаций про любовь. Это, я не знаю, просто, знаете, какой-то фонтан. Просто фонтан. Я даже вот все их, а там нужно, наверное, повторять их. Или слушать. В общем, как-то вот это, конечно, лучше, конечно, повторять. Я просто очень удивилась. Очень удивилась и порадовалась. Я вам загрузила там на мою страницу. Счастье – норма моей жизни. Мое счастье бесконечно, как и любовь к Богу. Я творец своего счастья. Я принимаю безграничное счастье, любовь и благополучие. Я рождена для счастья. Вообще, из-за моей практики, хочу сказать, что почему я посоветовала, сказала, что нам обязательно нужно как-то из этой книжки выписать. Вернее, я-то для себя хочу выписать и вам показать. Ну, кому-то, может быть, интересно тоже это будет. Потому что, знаете, как, знаете, практикующий позитивное мышление, позитивным мышлением я занимаюсь с 2002 года. Вот. Я знаю, что вот… Или можно это напечатать на компьютере. Это вам будет проще напечатать, например, на компьютере, сделать распечатку. Вот. Это несколько страниц или как-то вот. И чтобы это было в такой доступности. Чтобы это можно было читать утром, вечером или просто вечером. Чтобы не листать, например, книжку, а чтобы это было в такой доступности. Такое, знаете, как говорят, дело привычки. Это точно вам можно сказать. У меня это было все записано. Вот это такой специальный такой альбом записано. И он лежал у меня около, так скажем, моей кровати. Вот. И на самом деле перед сном я вообще на самом деле… Ну, в Америке. На 50-сискин-рот бунтл-коннептику. Так что вот. Ну, там… Нет, аформации тоже, наверное, аформации тоже. Там, знаете, вообще у меня там были настрои. Настрои… Как там? Научная молитва Джона по Мерфи. Вот. Научная молитва Джона по Мерфи. Потом выписаны у меня были по Профитам. Марку Элизабет Профит. Веления и другие. У меня еще были их книжки. Общение с ангелами, обращение к такому-то ангелу, к другому ангелу. И то, что мне было интересно, у меня это было выписано. Выписано. Я это читала каждый вечер. Вот. Это дело привычки. Нет, конечно, если такая, в принципе, удобная книжка… Книжка, ну, просто, знаете, такое количество этих аформаций, вы понимаете, да, такое количество. То есть здесь, ну, я, конечно, не знаю, в общем, как предположить. Хотя Наталья Борисовна Правдина говорит, что она и повторяет, как она сказала, по-моему, по 600, или сколько там она, по много-много раз повторяет. Ну, мантры она советует. Вообще, как говорится, там нужно повторить эти мантры там по 108 раз. То есть есть люди, ну, на которые, в общем, обладают, то есть как-то повторяют огромное количество раз, как они считают. На четках, наверное, считают, как раз они мантру повторили. Наверное, четко, четки на 108, на 108. В общем, повторяют мантры. Ну, вот. Нет, а если, конечно, такой, как бы, если повторять по многу раз мантры, то, конечно, эта книжка, ну, так это взяла, и, в общем, каждый вечер прочитала все эти аффирмации. Просто я считаю, что какие-то такие более как-то или необходимые, или более которые нужны, то есть их нужно выписать. Вы понимаете, да? Я открываюсь всепроникающей энергией любви, я излучаю любовь и счастье. С каждым днем моя жизнь улучшается, а моя любовь растет. Любовь божественная. Красота, молодость и здоровье, естественное состояние для меня. Моё лицо освещает внутренняя красота, добра, света и любви. Моя красота не уязвенит. Я настраиваюсь на волну здоровья и красоты. Все люди тянутся ко мне, как к источнику света, красоты и любви. Я ощущаю себе богиней чистой красоты, молодости и совершенного здоровья. Я настраиваю свое сознание на психологию богатства. Просто так, знаете, как и фэн-шуй, как и Наталья Правдина тоже говорит, что как там, некоторые думают, что она себе поставила там эту лягушку такую, знаете, вот эту вот, которая к деньгам, такая с этими монетками, кто-то поставит просто лягушку и думает, что вот эти деньги у них появятся в больших количествах. Вот, она тоже вот объясняла, что, скорее всего, знаете, вот такие талисманы какие-то ставят, чтобы вот это, проходя мимо этой лягушки, или проходя мимо там, в отеле каких-то вот этих вот талисманов, какие-то талисманы. Фэн-шуй. Потому что думали, думали о том, зачем, почему бы поставили лягушку, такую лягушку, кстати, с этой монеткой, которая сидит на этих монетках. Так что вот, такие красивые лягушки в этих фэн-шуй в шопах подаются. Думали о своем намерении, чтобы поставили, чтобы лучше свое благосостояние. Моя сила и уверенность в себе постоянно растут. Я творю радость, любовь и счастье сегодня и всегда. А, кстати, вот глава из моей книги, язык изобилия. Язык изобилия. Где-то была эта глава, нас будет ее прочитать, прочитать на видеокамеру. Язык изобилия. Просто знаете, с чем еще наверняка хороши аффирмации? Просто в обычной жизни, в обычной жизни? Наверное, кому как, но спешу предположить, что не каждому удается говорить много такого возвышенного и вообще... Как эти аффирмации, которые я прочитала. Так что вот. А когда читаешь аффирмации настроем, например, из книжки там или Натальи Борисовны Правдиной, или из книжки Сану Лайта, то тем самым говоришь о хорошем, говоришь такие слова богатства, подсветания, успех. Вот он и получается. Язык изобилия. Читая аффирмации, где у меня эта глава была, мои книжки, язык процветания, глава шестая, приучите себя говорить и думать на языке процветания. Я удачлива, благословена и свыше, хорошо, будет еще лучше, блестяще, роскошно, радостные новости, приятно, легко, все получается, прекрасно, великолепно, я все могу, новые планы, мечты, проекты, вдохновение, большой успех, слава, роскошь, гармония с окружающим миром, родился под счастливой звездой, придающей энергию, все просто супер, радостно, чувство покоя, уверенности, доверия жизни, идеальное здоровье, счастливый случай, я люблю, уважаю и ценю себя, вера в свои силы, новый уровень сознания, оптимистический взгляд на жизнь, творческое вдохновение, самоуважение, личностный рост, духовный рост, богатство, богатство, благополучие, счастье, сокровище, чудо, радость, драгоценный, дорогой, совершенство, продвижение, любовь, популярность, высокие цели, достойная награда, свет, страсть, материальное благополучие, изобретательность, хорошее будущее, гениальные идеи, романтика, верные друзья и так далее. Вам понравились эти слова и выражения? А как часто вам приходится их использовать? Многие просто не задумываются над этим. Есть и такие, кто, конечно, слышал о них, но вот там со своей жизнью не соотносят. А некоторые даже спрашивают, где же мне говорить? И правильно ли меня вообще поймут? Чтобы стать процветающим человеком, необходимо говорить на языке, который привлекает изобилие, процветание и счастье. А начать можно с того, что написать несколько слов и просто повторять. А также постоянно включать эти слова и выражения в ежедневные разговоры. Тогда вы очень скоро привыкнете к ним, расширите и обогатите свою речь, свою речь словами, которые несут положительную энергию, и вибрацию. Преподнесите это как игру. Так что вот. В общем, я пишу. Здесь у меня какая страница? Она 58-й страница. У меня все получается просто великолепное. Сокровище, я чудо, я все могу. Все будет хорошо, все будет хорошо, я знаю, знаю. Рассказывая о каком-то событии, употребляйте как можно больше хороших, положительных слов. Если поначалу не получается, применяйте их в разговорах, не получается их применять в разговорах с другими людьми, используйте эти слова в разговоре с самим собой. Хвалите себя сами. Скажите, я так правильно поступила, что не стала пересказывать эту грустную историю. А мне так хотелось. Зато теперь я знаю, что могу контролировать себя. Какая я умница? Вот о чем я хотела сказать. Что как раз, наверное, вот когда читаешь какие-то такие настрои, настрои, аффирмации, и приучаешься так к языку процветания. И постепенно это становится, знаете, такой нормой. Знаете, ну, когда повторяешь, и как бы повторяя, ну, я не знаю, кто-то, может быть, про себя читает аффирмации, может быть, люди, там уже не сказано, говорить это вслух, я даже не знаю, или про себя. Может быть, знаете, кто-то эти аффирмации про себя повторяет. Ну, в любом случае. В любом случае привыкают, знаете, привыкают к таким словам, и когда уже о чем-то говорят, я так понимаю, включают по мере каких-то таких этих, ну, по мере ситуации такие слова в свою речь. Тем самым обогащая и приближая себя к языку процветания. Ну, такие вот дела. Вообще, хотела вам прочитать главу из книжки «Квантовый войн» «Квантовый войн» о благодарности Джона Кеха. Ну, в следующий раз. Следующий раз. Вообще, если честно, как бы план, знаете, такой план был заснять небольшое видео. Небольшое видео про сумочку, про книжечку, про, так скажем, эту книжечку из моей библиотеки «Санлайт». Я подумала, такое небольшое видео засниму и книги, и к любви, к теме любви, которую, в общем, это... А, я надеюсь, вы, кто вот, интересуется моим творчеством, насмотрит мою творческую студию позитивного мышления и силы позитивной мысли. Затяна Салмановна Мактонса и Фуддин. Так что, вот мое видео такое о любви. Я, конечно, тоже сегодня хотела о любви. в книжке Натальи Борисовны Правдиной. Вот, да. И я хотела читать эту книгу. Знаете, у меня такая идея была. Я подумала, думаю, хорошо, я буду сейчас читать главы, главы из этой книги или просто страницы из этой книги. И что-то вот такое, ну, вы поняли, да, какие-то определенные слова или выражения немножко заменять другими. Ну, сначала объяснить, что я читаю, да, я читаю книжку, эту книжку Натальи Борисовны Правдиной. Вот, ну, некоторые выражения, или я там что-то опускаю, например, часть каких-то слов, или заменяю, или заменяю. И хотела посмотреть, как это на практике, честно говоря, получится. Ну, хотела сделать таким экспромт. Я уже сказала, что я вообще же вам назначила, что я такой, знаете, мастер экспромта, мастер экспромта. Да, Татьяна Салмановна, мастер экспромта, подумала, заснимет видео на 8 минут или на 18, так что вот. А здесь уже видео идет почти там, ну, что там, 50, 52 минуты. Вообще идея была заснять сегодня несколько, несколько видео по 8 минут, 8 минут позитива со мной с Татьяной Салмановной Мактуг с Сальфой. Так что, в общем, такая, такая идея была. Ну, видите, как, получилось такое достаточно большое. большое видео. Вот такие вот дела. да, например, недобыча. жил, вот так да, метку, но мне полагает, ну, достаточно, да, fur, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...